Над интерьером спального корпуса школы имени Антона Пырерки поработали дизайнером. Благодаря совместной работе ведущего методиста этнокультурного центра Екатерины Тарасовой и студентов социально-гуманитарного колледжа, комнаты воспитанников школы заметно преобразились. Теперь каждая спальня по-своему уникальна. О дизайнерских находках расскажет Ирина Нежалова. Субтитры создавал DimaTorzok Когда зашла в комнату, тут было просто так, обычно, обычные стены, кровати, шкаф. Ну и решила, что если добавить картины, человек, когда войдя в эту комнату, он как бы может отдыхать в этой комнате одновременно, потому что глаза отдыхают, что он находится в уютном помещении. Еще один будущий дизайнер Валентина Булыкина в своем панно, наоборот, использовала яркие цвета и акценты. В такой атмосфере девчонкам будет некогда скучать. Каждый сам рисовал, каждый сам выбирал тему. И разрабатывали эскизы, что как будет смотреться, как будет в интерьере смотреться, под цвет. Мы выбрали под цвет штор, чтобы они более-менее сочетались. И я выбрала лошадь, потому что по дипломной работе у меня, чтобы знать, с какими проблемами можно столкнуться, и чего нужно ожидать, и что исправить можно в следующем. Благодаря модульным картинам, которые нарисовали дизайнеры социально-гуманитарного колледжа, комнаты девчонок приобретут свою изюминку и свой характер. Модульное панно с изображением коня на красном фоне украсит комнату Кристины Варницыной. Девушка признается и сама мечтает стать дизайнером, но сейчас полностью готова довериться работе профессионалов. Не хватало цвета в комнате, так просто было все тускло, и вот сейчас красный, красиво. Часто делали перестановки, хотела что-то новое в комнате. Если комната красивая, так настроение хорошее. Хочется обратно опять приходить в эту комнату, уезжать потом не захочется. Инициатором таких уютных перемен в спальном корпусе школы имени Антона Пырерки является Екатерина Тарасова. Летом прошлого года на форуме в Ладоге девушка выиграла грант на реализацию своего проекта «Уютный дом», который направлен на создание комфортной обстановки для детей, проживающих в интернатных учреждениях. Я глубоко убеждена в том, что дети, любые дети, они должны жить в каком-то комфорте, в каком-то уюте. И это все у них откладывается. То есть со временем, когда они пойдут жить уже в свои квартиры, в свои дома, у них будет просто восприятие немножко другое. Понятно, что у них в интернате есть все необходимое. У них есть мебель, у них есть чистота, у них есть, ну, все у них есть на самом деле. Единственное, что не хватает немножечко этой изюминки, уюта. Вот этим мы и занимаемся. То есть мы не переворачиваемся с ног на голову, мы просто добавляем. Для того, чтобы было комфортно. Проект «Уютный дом» финансируется за счет средств Федерального агентства по делам молодежи. На средства гранта Екатерина закупила материалы для творчества, а воплощает задуманное в реальность с помощью социальных партнеров проекта, этнокультурного центра и социально-гуманитарного колледжа. Для студентов участие в проекте стало еще и преддипломной практикой. Они у нас выпускной курс. Это, конечно, наверное, большое подспорье такое для них, для того, чтобы они в жизни тоже получили какой-то такой вот полноценный опыт, чтобы могли где-то реализовать свой опыт так, как они выпускники. По словам Ирины Логиновой, в процессе подготовки алиментов декора случались и трудности. Хрупким девушкам приходилось прилагать и физические усилия. Например, чтобы натянуть ткань на подрамники для панно. Но теперь, когда все трудности позади, девушки наслаждаются результатом своего труда, довольно итогом совместной работы и руководства школы. Когда Екатерина предложила оформить спальни и комнаты, я, в принципе, с удовольствием согласилась. Этот проект длился полгода, но очень я рада тем результатам, которые у нас получились. Здесь комнаты сразу же преобразовались, получили какой-то свой характер у комнаты появился. Да, авторство заметно в комнатах детей или подростков-дизайнеров. Вот очень смелые такие работы и в тренде современного оформления, поэтому очень понравилось. На этом реализация социального проекта «Уютный дом» не заканчивается. Впереди у Екатерины Тарасовой, этнокультурного центра и волонтеров еще много работы. Им предстоит оформить лестничные пролеты в детском доме, а вместе с творческой студией «Чудо-ручки» организовать мастер-классы для воспитанников школы имени Антона Пырерки. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал Север.